Зимние каникулы Довогоднее шоу-программа «Здравствуй, Новый год» начнется в час 30, 1 января. В программе вступление творческих коллективов, поздравления Деда Мороза, интерактивные игры со зрителями, хороводы вокруг елки, ну и, конечно же, пиротехническое шоу. Новогодняя дискотека продлится до 4 утра. Также 1 января состоится забег обещаний 2020. В 12 часов дня можно будет присоединиться к самым сильным и энергичным и дать себе обещания на будущий год и пробежать или пройти ради него 2020 метров. Вплоть до 8 января в столице Нинецкого округа пройдет целый ряд концертов, спектаклей и шоу. Жители и гости города порадуют выставки, мастер-классы и многие другие мероприятия для любой возрастной категории. У нас будет игровая программа Синакова. Нинецкие игры. Она будет нейтрализованная, там будут героини нинецких сказок, не будем раскрывать какие персонажи. И они будут, конечно же, играть с детьми, проводить новогодние игры. Поэтому прийти могут все желающие, вход свободный. Жители и гостей поселка Искатели ждет не менее развлекательная программа. 1 января в час ночи здесь пройдет праздничное шоу, подготовленное клубом «Созвездие». Искательский народ встречает Новый год с танцами и конкурсами. Детворе в каникулы скучать тоже не придется. 4 января мы приглашаем всех юных жителей нашего округа на игровые развлекательные программы в гостях у Мышиного короля. Для детей от 2 до 4 лет игровая развлекательная программа с играми, с танцами, с сказочными героями, конечно же, со сладкими призами, веселыми танцами и конкурсами. Пройдет для детей 2-4 лет. В 15 часов мы ждем всех детей от 5 до 10 лет. После празднования Нового года наступает черед празднования Рождества Христова. Клуб «Созвездие» приглашает всех желающих на мастер-классы, сделать подарки и сувениры своими руками. Традиционная рождественская ярмарка также состоится и во Дворце культуры Арктика. Встретить Новый год по ненецким обычаям можно на ежегодном празднике «Солнце Нового года», который состоится 7 января в 11 часов в Центре арктического туризма. Вы узнаете, как встречают солнце коренные жители Севера и примете участие в магическом обряде. В завершение праздника гостей ждут угощения в теплом чуме. В Наринмаре поселки Искатели определены места, где на период новогодних праздников будут обустроены специальные площадки для безопасного запуска пиротехники жителями округа. Решение о подготовке специально отвезенных мест принято в целях повышения безопасности жителей и имущества. Напомню, согласно правилам, пиротехнические средства запрещено использовать вблизи зданий, взрывоопасных и пожароопасных объектов и объектов культурного наследия. В Наринмаре запустить салют можно будет в районе пешеходной зоны на улице Рыбников и в Тубике на пересечении улиц Пионерской и Швецова. В администрации поселка Искателей определили четыре места, где гражданам рекомендуется запускать пиротехнику. Это смотровая площадка у реки Печора в районе улицы Нефтяников, детская площадка в Наринмар-Вилледж на Летней улице, зона отдыха в районе Захребетной Кури и футбольное поле на улице Монтажников. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому округу переведены на усиленный режим службы. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на территории региона. Во время проведения массовых мероприятий запланирована организация контрольно-пропускных пунктов с проведением досмотровых мероприятий, направленных на обеспечение порядка и общественной безопасности. Также в окружные села направят сотрудников Управления на период проведения массовых праздников. Управление Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу напоминает вам о том, что при нахождении на мероприятии с массовым участием граждан запрещается пребывать на мероприятии в состоянии алкогольного опьянения либо наркотического опьянения, проносить и распивать спиртные напитки, употреблять психотропные наркотические вещества. Также запрещается проносить с собой огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, резкопахнущие вещества, пиротехнические изделия, либо оружие. Также запрещается носить или выставлять на показ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющей участников мероприятия. Добавлю, в случае совершения вышеперечисленных действий предусмотрено административное наказание с наложением штрафа, а в отдельных случаях административный арест на срок до 15 суток. Объем федерального финансирования президентских выплат на первенцев НАУ в 2020 году увеличится в три раза. На эти цели Ненецкий округ получит почти 135 миллионов рублей. Напомню, в текущем году эта сумма составляет порядка 47 миллионов рублей. Увеличение объема государственной поддержки связано с изменениями в федеральном законодательстве, которые касаются расширения категории получателей и срока предоставления выплат на первенца. Финансовая поддержка семьи реализуется в рамках национального проекта «Демография». В частности, с 1 января 2020 года у жителей округа появится возможность получать президентскую выплату на первенца до достижения ребенком возраста трех лет, вместо установленных сейчас полутора. При этом пособие, как и прежде, будет назначаться семьям, в которых первый ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Как пояснили в профильном департаменте, семьи, в которых ребенку в текущем году исполнилось полтора года, могут возобновить выплату не ранее, чем 1 января 2020 года. Однако подать заявление и документы на ее назначение можно уже сейчас. Помимо увеличения срока предоставления пособия на первенца с полутора до трех лет, право на его выплату будет возникать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума. Его размер за второй квартал 2019 года составил 20 063 рубля. Как пояснили в профильном ведомстве, семьи, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превышением среднедушевого дохода, могут подать заявление и документы на ее назначение с учетом принятых изменений. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в округе в 2020 году составит 21 112 рублей. Сегодня в Ненецком округе выплаты за рождение или усыновление первого ребенка до достижения им полутора лет получают 147 семей. Всего с начала действия меры государственной поддержки с 1 января 2018 года получателями выплаты стали 202 окружных семьи. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через центр моей документы. В новогодние праздники медучреждения Ненецкого округа будут работать по специальному графику. Так, во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы врачи будут принимать пациентов 3 и 6 января с 9 до 13 часов. В эти дни прием будут осуществлять участковые врачи, терапевты и хирурги. Детская поликлиника примет пациентов 3 и 6 января с 9 до 16 часов. Будут работать два педиатра. Медицинский центр «Сыновиды» также изменит режим работы с 31 декабря по 3 января, а также 7 и 8 января – выходные дни. 4, 5 и 6 января центр будет работать с 10 до 16 часов, также без забора анализов. Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов 2, 4 и 6 января с 10 до 13 часов. В женской консультации в новогодние праздники прием будет проходить 3 и 6 января с 9 до 15 часов. В поселке Искатели центральная районная поликлиника Заполярного района будет работать 3 января с 9 до 13 часов. Прием будут вести педиатрическая, терапевтическая, хирургическая, гинекологическая, стоматологическая и лабораторно-диагностическая служба. Также прием будет проходить 6 января с 10 до 13 часов. Принимать будут педиатрическая, терапевтическая, лабораторно-диагностическая, рентген-служба. В оба дня будет работать регистратура. Аналогичные дежурства будут в участковых больницах сел Оксино, Нес, Нижняя Пеша, Великовисочная и поселках Ривер 3 и 6 января. Амбулаторные приемы будут вестись и в небольших населенных пунктах, где работают ФАПы и ФЗП, структурные подразделения больниц. Также по специальному графику будут работать аптеки Ненецкой фармации. В поселке Искателей отделения будут работать 3, 6 и 8 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Лесозавод 4 и 6 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Кармановка 4, 6 и 8 января с 11 до 17 часов. В микрорайоне Качгард 3, 4, 5, 6 и 8 января с 11 до 17.00. Центральная аптека будет работать 1 января с 11 до 17 часов. В остальные праздничные дни с 9 до 21 часа. Льготные отделы аптеки и оптика будут работать 3 и 6 января с 10 до 17.00. Аптеки и оптика будут работать 3 и 6 января с 11 до 17.00.